Как правило, у меня вдохновляются неожиданные предметы. Орудие труда, молоточек какой-то. Ты просто берешь в руки, и ничего не остается, просто как увеличить эту форму. Первая учительница у меня была такая, вот знаете, когда в 12 лет ты чего-то поймешь, это остается на всю жизнь. То есть в 12 лет я понял, что скульптура это светоулавливатель. Я понял, что глина это такая субстанция, которая вот просто если ее так выкладываешь, там свет, тень начинает как-то работать. Первая большая работа, которую я сделал за рубежом, это работа была для площадки Майами-Базель. Я познакомился с дизайнерами, с архитекторами и с таким коллекционером, как Жорж Перес. Вот и, ну как бы, ничего. Иногда приятно вспомнить, что первый арт-базер партии состоялась на площадке вместе с моей скульптурой. Большой. Вот, ну потом я летал в Сан-Франциско, где там тоже три мои работы в мраморе. Во Флориде очень много, даже поставил у Трампа. Там есть мои пару работ. Как-то так вот завертелось все. Жизнь, она должна быть как мозаика из каких-то вещей, которые делают ее интересно. Портрет — это магия. Вложить туда какую-то энергию или душу, кусок камня, и потом эта вещь, она проживет там, ну скажем, гранит. Он живет по тысяче лет спокойно. Если у тебя хорошая идея какая-то есть, тебе дадут на эту идею просто. Это я, ну, как бы, я верю в это. Когда ты делаешь вещи, которые не снаружи, а внутри твоей головы, это вдохновляет то, чего вы не видите. Процесс внутренний какой-то. Процесс внутренний какой-то.